30 января, среда 11.06, в студии Олег Прохоренко и Светлана Занько, и это «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Добрый день. Добрый день. Мы сегодня будем говорить о легендарном и мощном предприятии Кировском заводе 1 мая. И назвали мы тему так «Машинка-перезагрузка. Кировский завод 1 мая после процедуры банкротства снова заработал». И, соответственно, в гостях у нас представители предприятия. Это главный инженер завода Сергей Зубов. Добрый день, Сергей Евгеньевич. И зам генерального директора по маркетингу Анатолий Михайлович Колчин. Добрый день. Ну, в процессе подготовки к программе выяснили очень много интересных фактов, которые обязательно сегодня озвучим и расскажем эти истории. В частности, меня очень заинтересовало, я вот уже коллегам до эфира сказала, заинтересовало, что 1 мая продолжит поставки оборудования, как это было в свое время, на Кубу. И, мало того, заказы увеличиваются. И для меня это было, например, абсолютным каким-то восторгом. Я не знаю, почему такое эмоциональное восприятие было, но просто в ощущении, когда у нас все сокращается, особо каких-то поставок там заграничных нет, какие-то вот везде кругом ограничения, мы говорим о возрождении взаимодействия и наращивании экспорта. Я предлагаю вернуться просто на 4, даже 5 лет назад и коротенько сказать, что произошло по версии эфира на общественном телевидении России. Это ты сейчас говоришь относительно нашей, собственно говоря, темы, да? Перезагрузка и возрождение производства. Так, как это было. 2014 год был богат для машзавода на крупные заказы, но в этом же году сложилась кризисная ситуация в российской экономике, и многие заказчики отказались от того, что планировали купить. В итоге в январе 2015 года на заводских путях стояла готовая продукция на миллиард рублей, а завод остался должен банкам по кредитам. Если бы удалось продать эту продукцию за квартал за полгода, да хотя бы и за год, то предбанкротная ситуация не сложилась бы. Вот насколько эта информация соответствует действительности и в каком состоянии вы, ну, вы люди новые на предприятии, да, относительно новые, то есть уже больше двух лет все равно работаете, насколько эта ситуация, и каким вы приняли завод, да, когда пришли на Первомайку? Кто начинал? Немножко не так, мы люди не новые на заводе. Вот, я уже догадалась, да, по выражению лиц. Я работаю уже 40 лет на заводе, на предприятии, 78-го, 78-го. Анатолий Колчин, да, замки директора по маркетингу. Поэтому, да, такая ситуация, она сложилась. То есть, к сожалению, те контракты, которые были заключены в 2014 году, и ситуация, что у завода не было оборотных средств и вынуждены были прибегнуть, так сказать, к получению денег кредитных банковских. Там главный кредитор Сбербанк был. Да, Сбербанк и ВТБ. Поэтому в период, когда были заключены даже договоры в 2014 году, и ситуация сложилась в экономике такая, что основные ведь у нас покупатели, кроме РЖД, это промышленность. Вот, у промышленности денег не оказалось для того, чтобы исполнить эти заключенные договора. И мы вынуждены были расторгнуть договора, более, около 15 договоров. Это большие очень потери были для завода. Техника осталась невостребованной. Ну и то, что немножко, ну как немножко, а решение принято о том, что производство не будем останавливать, не будем прибегать к непопулярным мерам в экономике завода. Это привело к тому, что производство работало, реализации не было. И вот эти вот огромные финансы, которые были кредитованы в банков, а это на конец 2014 года, на начало 2015 года было около 800 миллионов рублей, а на конец 2015 года это уже был миллиард. Поэтому реализация, которая прошла в 2014 году, там около 800 миллионов рублей, мы все-таки реализовали. Но долги, наконец, с 2015 года как были, так и не остались. Ну вот, такая ситуация непродуманная, неправильная экономическая политика. В принципе, не начало никто не отменял, директор есть директор. Вот эта ситуация привела к тому, что мы в 2015 году уже не на что было нам жить, оборотов средств уже практически не было. И 2015 год мы буквально, так сказать, несколько кранов сделали и на этом остановились. На тот момент тогда, ваше ощущение, было ощущение, что все, завод закрывается и производство будет не восстановить? Лично мое ощущение такое было и в 2014 году. Сергей Евгеньевич. Ну все видели, да, что происходит не совсем правильно, ситуация развивается, но поиск как бы шел вперед. И по большому счету, вот та техника, которая продавалась, которую мы на миллиард все-таки сделали, она продавалась в дальнейшем мелкими партиями, поштучно. И все эти деньги, они уходили на текущие платежи. При этом, как бы, кредиты оставались. А что это была за техника и кто основной заказчик был, который не смог ее выкупить? Это промышленные предприятия. То, что мы должны были отдать РЖД, мы отдали, но там небольшой был заказ. Вот поэтому те промпредприятия, с которыми был заключен контракт, они получили свою технику, кто нашел деньги. А те договора, о которых я сказал ранее, они остались невостребованы и мы вынуждены были их аннулировать. Это преимущественно железнодорожные краны? Да, это краны. В основном это краны. Эти краны, они в конце концов были реализованы или не были реализованы в какие годы? Это в основном реализация пошла у нас уже в 2017 году. В 2017 году там уже совершенно другие процедуры были. Мы напоминаем, что вот эта вся ситуация привела к банкротству предприятия. Процедура банкротства возникла. И все последующие необходимые составляющие по банкротству. Ну, а, собственно говоря, в 2017 году машиностроительным заводом 1 мая занялся Сельмаш. Правильно я говорю по датам? В 2016. В 2016 даже успехов Сельмаш. Поэтому, когда оно попало в непростую экономическую ситуацию, мы на Союзе машиностроителей не раз пытались найти ответ на вопрос, как можно помочь предприятию. Это Союз машиностроителей России? Нет. Кировской области. Входящий в состав, подразделение. Естественно, финансовыми вливаниями. И весной 2016 года мы стали более предметно изучать ситуацию, думая, каким образом можно зайти на завод. И вот тогда родилась идея взять на себя бремя и погасить кредиты перед банками. Насколько я понимаю, частично они были погашены, частично это сделать не удалось, потому что другие кредиторы тоже подключились. Но, как бы то ни было, эта идея, она нашла свое воплощение, и на сегодняшний день ситуация изменилась. Вот как она изменилась, вот это интересно. Да, давайте просто опустим тот момент, который яростно освещался в разных СМИ. Это конфликт, который возник между прошлым собственником и новым собственником предприятия. Надо сказать, что достаточно большой объем материалов был в прессе от как раз прошлого собственника, господин Голофаева. Но почему-то тогда Сельмаш и Чурин не отвечали, они просто работали в рамках закона, потому что мы видим все эти материалы. И в конце концов приобрели это предприятие, выплатив гигантские просто долги кредиторам. Скажем так, было создано новое юрлицо, предприятие физически осталось, но создано с чистого листа новое юрлицо, которое как раз, я не знаю, насколько отвечает по прежним каким-то обязательствам. Что изменилось в тот момент, когда предприятие приобрело нового собственника? Ну вот, вы правильно сказали, что когда начался мониторинг нашей ситуации, и я считаю, что просто нам повезло, что в данный момент завод Сельмаш обратил на нас внимание, в частности, Чурин Александр Анатольевич, и который пришел к нам на завод в октябре, по-моему, 16-го года, исполнительным директором. И вот с тех пор начались вливания в завод, я так думаю, что это были средства завода Сельмаш. Были сделаны правильные шаги? Правильные шаги в отношении того, что надо было запускать производство, ну, одновременно, естественно, реализовать продукцию, которая была на складе. А там большие запасы были? Ну, был миллиард, но помаленьку мы все-таки в 16-м году уже начали продавать технику, но очень мало, в мизерных количествах это все практически топталось на месте. И вот с приходом уже на наш завод Чурина Александра Анатольевича были погашены долги по заработной плате, и помаленьку, помаленьку мы начали, в общем-то, восстанавливать, что ли, свой авторитет, прежде всего, в глазах российских железных дорог. Давайте, прежде чем про железные дороги поговорим, все-таки еще мы не отметили с вами очень важный момент. Вы вот сейчас зацепили краем эту тему, ведь не только запасы произведенного оборудования скапливались на складе, и долги накапливались перед кредиторами. Ведь в этот момент действительно возникла большая задолженность по зарплате, она составляла там несколько месяцев уже необыкнуто зарплаты. Да, по энергетике в том числе. И народ уходил целыми бригадами, да, с завода. Да, да, к сожалению, такая ситуация создалась, люди начали уходить, потому что заработная плата, она, естественно, падала, производство практически стояло. И вот за 15-й год мы произвели всего три единицы крана, один ремонтный был. То есть это вообще копейки. Давайте сравним сразу с объемами, которые в стабильные годы производил завод Первомай. Ну, это около 50 кранов. 50 и 3? Да, да, но это уже вот в новое время, кажется, российское. А в 16-м году мы сумели сделать всего семь кранов до прихода Чурина и Сельмашина завод. Всего семь. То есть практически полгода это было такое шатание, потому что некоторые кредиторы пытались, так сказать, навести порядок на свое усмотрение. Но, к счастью, так сказать, эти кредиторы и что ли потенциальные хозяева нашего предприятия, они ушли с завода после прихода. Ну, вот пришел Александр Анатольевич, и начались, конечно, какие-то прямо сдвижки, которые люди видели. Но к тому времени, конечно, на заводе уже осталось 700 человек. А было? Было полторы тысячи. Полторы тысячи. В два раза меньше. Так точно, да. Вот такая ситуация сложилась. И вот 16-й год, это год, который первые шаги по стабилизации положения завода. 17-й год начала, это и Александр Анатольевич, и я, мы вместе, ну, ежемесячно практически в Москве, в АОР ЖД. И надо сказать, что вот где-то к апрелю, к маю месяцу наконец-то АОР ЖД у нас поверило, что мы сможем исполнять их заказы, которые мы в 15-м году успешно провалили. Вот. И деньги, которые были выделены на технику нашу для АОР ЖД, они не были использованы. Привемся на полминуты и продолжим разговор с нашими гостями с Кировского завода 1 мая, Сергеем Зубовым и Анатолием Колчиным. Разворотный бизнес, машинка, перезагрузка. Кировский завод 1 мая после процедуры банкротства снова заработал. Как происходило это дело в 17-м году, мы сейчас будем описывать Сергеем Зубовым, главным инженером завода имени 1 мая, Анатолием Колчиным, заместителем генерального директора по маркетингу. Анатолий Михайлович, вот вы сказали, что в 17-м году весной поехали в РЖД, чтобы вернуть доверие этого монополиста железнодорожного завода 1 мая. Потому что, как вы уже упомянули, заказ 15-го года был в треском провале, но 16-й год это практически такая... А в 16-м мы его не получили вообще. Да, да. Так. Ну, вот с января месяца были организованы командировки. Вот, в принципе, эта работа, как говорится, знакомая. Поэтому январь, февраль шел в таких переговорах, в контактах, где воспринимали наш завод как абсолютно неспособного предприятия, которое может что-то сделать и что-то поставить для российских дорог. Могильную плиту положили на предприятие на российской железной дороге. Не все, конечно, будем так откровенно говорить, что были доброжелатели к нашему хорошо заводу относящиеся, потому что мы десятилетиями поставляли технику. Потом Александр Анатольевич, по-моему, неоднократно бывал и в Министерстве международной торги, и в РЖД, где уже как исполнительный директор, что ли, убеждал и отстаивал нашу способность поставлять необходимую технику российской железной дороги. Мы сейчас в перерыве, я задал вопрос, есть ли конкуренты на этом рынке, и как раз, да, сказал Сергей Евгеньевич, что конкурентов нет, а тогда вот в этой ситуации российские железные дороги все равно парк свой, кранов должны как-то обновлять. Ну, здесь можно сказать следующее, что когда мы были в объединении СФ, то... А расшифруйте, что это такое. Совет экономической уже не помнят. Это странная социалистическая влага. Было такое негласное разделение по краностроению. То есть Германия, ГДР, она производила краны большой грузоподъемности, а завод 1 мая снабжал железные дороги кранами малой грузоподъемности, это 16-25 тонн. Но в 90-е годы, когда СФ, будем говорить... Распался, берлинская стена рухнула, и Германия... Вынуждено или не вынуждено, может быть, к счастью, пришлось осваивать краны и большой грузоподъемности. Сейчас мы делаем всю эту линейку кранов от 16 до 150 тонн. В России никто краны на железнодорожном ходу больше не строит. Был небольшой промежуток времени, когда в Самаре было предприятие «Сокол», они выпустили какое-то количество 80-тонных кранов. И сейчас этого предприятия нет, мы опять остались одни. То есть наши конкуренты, они все за границей. Это Германия и Лепсиг, Китай активно стремится на этот рынок. По путевым машинам, это вторая часть нашего бизнеса, конкуренты в России есть, и они достаточно сильные. С горечью можно сказать, что за время этого кризиса вот эту линейку путевых машин мы практически потеряли. То есть ушли в полном составе конструктора, которые ввели путевую технику, и заказы тоже съехали до минимума, будем так говорить. Ну вот я увидел Тула Жалдармаш, Тихорецкий машиностроительный завод Вильниеворовского, Калуга Трансмаш сервис. Вот я бы сказал так, что основные конкуренты, с которыми мы именно пересекаемся по номенклатуре, это Калуга Путьмаш и Калуга Рем Путьмаш, два завода. Сейчас они в руках у Синара. То есть великий холдинг купил эти два завода. Это чей холдинг Синара? Российский? Российский. А вы сказали, что в полном составе конструкторы ушли с завода. Они ушли куда? Они сейчас работают на Тулу Жалдармаш. Это тоже наши... Конкуренты? Да, да, да. Наши кировские конструкторы? Да. Наши заводские конструкторы. Ваши заводские. Но это касается именно путевых машин. Конструкторы по кранам все-таки остались. По кранам остались, да, и крановое направление, оно осталось. Вы спрашивали, чем работали железнодорожники, пока нас не было на руки. И какая у них альтернатива, в общем, не заключать новые контракты, даже с максимальным неверием в то, что завод сможет возродиться? Ну, во-первых, кран служит не один год и не два, а служит порядка 20 лет, 15-20 лет. И, скажем, два года без закупок прожить можно. Проехать на старом, на чем-то там. А в итоге все равно бы вернулось сюда. Потому что то, что предлагает Запад российским железным дорогам, это цена в разы. То есть в соотношении цена и качество мы, конечно, здесь... Сколько стоит один кран? Ну, об этом мы, наверное, не будем здесь рассуждать. Ну, примерно, хотя бы по ряду цифр, чтобы понимать, сколько такие машины стоят. Можно сказать так, что по гидравлическим кранам, с которыми мы сейчас пересекаемся, с Германией, с Лейпцигом, на один немецкий кран можно купить три наших, скажем. Ну, хорошее сравнение, да. Один немецкий стоит, как три наших. А 20-летний примерно срок службы такой машины. Ну, понятно, что запчасти там, да, вот ремонт, содержание и прочее. Вы сказали, что вот вы поехали, возвращаясь обратно к маркетингу, к Анатолию Михайловичу Колычу, ну, вот вы поехали к РЖД, убеждали их достаточно долго. 17-й год, зима, весна началась. Удалось получить заказ? Да, удалось, да. Ну, как велик-невелик, но у нас в 17-м году мы получили заказ на 350 миллионов рублей от РЖД. Это маленькие краны 16-тонные были, вот, и которые мы за полгода буквально, потому что очень там долгие процедуры по РЖД идут, когда объявят конкурс, потом итоги подведут. Вот, то есть это дело очень такое муторное и долго. Вот, и мы успешно справились с этим заказом, и в декабре мы отгрузили все, ну, не в декабре, а постепенно отгружали, и до конца 17-го года мы успешно завершили всю отгрузку и пуск всех машин в эксплуатацию. Я правильно услышал, что это около 20 кранов? Да, 20 кранов. Двадцать кранов? Двадцать кранов? Ну, смотри, была полная мощность, 50 когда-то, да, потом 3, 7 или 7-3 последовательность, и 20 кранов в 17-м году. Что это позволило, вот этот заказ и его выполнение успешное, что позволило сделать предприятию в дальнейшем? Ну, это постепенно, вот мы отдали 20 кранов РЖД, но мы сделали 28, то есть мы еще и промышленности поставили, 8 кранов, а это уже, потому что, плюс какой был? Ведь, по большому счету, будем так говорить, вся Россия знала, что мы банкроты. И когда приходят заявочки, они начинают задавать вопросы, а как у вас дела, а можно ли с вами работать, а как же вам делать предоплату, если вы вдруг и нет у вас опять? Вот я бы тоже дополнил, что в первую очередь, плюс вот этого заказа, это то, что, это возврат доверия, потому что, невзирая на то, что мы были в банкротном состоянии, мы сделали все в срок и в полном объеме, а более благополучные предприятия при этом как бы имели неуспех. Не все, конечно, но такие факты были, то есть на их фоне даже, ну... Слушайте, а ты кровью дался этот заказ? Вот у вас половина, половина народа осталась на предприятии? Нет, вы знаете, люди даже были рады, что такой вот пошел интенсивный труд, и то, что зарплата начала расти, ведь чем больше производишь, тем больше зарабатываешь. Поэтому люди были довольны, они поверили, что да, действительно, вот пришли люди, которые заинтересованы не в том, чтобы строить дома, так сказать, в нашей территории, а чтобы краны выпускать, продукцию, путевую технику, краны. Начала зарплата подниматься помаленьку, поэтому я вот должен о зарплате. Если она в семнадцатом году, она средняя была у нас двадцать пять тысяч, то в восемнадцатом она уже у нас была тридцать, то есть двадцатипроцентный рост за один год, за восемнадцатый, это о чем-то говорит. Вот поэтому задача и дальше, как говорится, поднимать объемы, будут больше объемов, будет большая заработная плата. И предприятия, которые вот с нами начали работать, возобновили контакты, ну, поверили, поверили, хотя отголоски еще есть до сих пор. Ведь, несмотря на то, что мы в новом предприятии работаем, но некоторые организации, в общем-то, пока осторожничают и не идут на контрактные отношения. Слишком мало времени прошло еще, да? Ну, по сути дела, в общем-то, да, конечно. Чтобы были. А РЖД в восемнадцатом году? А РЖД, да, мы исполнили заказ семнадцатого года, и уже отношения, причем отношения даже от тех, ну, будем, не будем назвать, от некоторых департаментов, которые у них, так сказать, в составе РЖД, оно, в общем-то, коленным образом изменилось. Начали уже с нами разговаривать, а то есть говорить не хотели. Да. И на восемнадцатый год мы уже получили не двадцать, а тридцать кранов, которые мы тоже успешно... Это только для РЖД, тридцать кранов? Да, только для РЖД. Кроме того еще почти два десятка кранов, полтора десятка кранов для промышленности. И пятнадцать для промышленности, а было восемь для промышленности. Ну, вот за семнадцатый год мы изготовили... за восемнадцатый год, за семнадцатый двадцать восемь, а за восемнадцатый год мы уже изготовили пятьдесят пять кранов. То есть вы практически вернулись на докризисные мощности? Почти, потому что общий объем за восемнадцатый год по товарной продукции у нас составил почти полтора миллиарда рублей. А в шестнадцатом был, по-моему, трехсот тысяч всего. Привемся на этой ноте. Есть о чем поразмышлять. Чуть тут миллионов, извиняюсь. Есть о чем поразмышлять. Полторы минуты рекламы и вернемся с истории о Кировском машиностроительном заводе Первого мая в программе «Разворот на бизнес». Продолжается программа «Разворот на бизнес». Машинка, перезагрузка. И Кировский завод Первого мая после процедуры банкротства снова заработал. Как он заработал, мы уже начали рассказывать. Нам помогает рассказать историю про Первомайку Сергей Зубов, главный инженер завода имени Первого мая, и Анатолий Колчин, заместитель генерального директора по маркетингу. Я должна сказать, напомнить, что краткая выдержка, самая существенная из сегодняшней программы двухчасовой, будет опубликована в свежем номере газеты «Бизнес-новости», а также на сайте хакеров.ру будет видеозапись, аудиозапись, ну и на бизнес-новостях, собственно говоря, печати нашей фотографии замечательной. Да, остановились мы на том, что машинка за два последних года нарастила производство, 17-е и 18-е годы, до в прошлом году 55 кранов, это с 3 в 14-м году, в 15-м году. Это довольно существенно, благодаря приходу новой команды. У меня вопрос в связи с этим, наверное, больше относящийся к Сергею Евгеньевичу Зубову, главному инженеру. Но всё-таки та продукция, которая выпускается сегодня, это вы едете на старых дрожжах, это то, что те разработки научно-исследовательские, конструкторские, которые были уже до 14-го года, или есть всё-таки новая инженерная мысль, есть какие-то вещи, которые вы приносите? Да, есть ли потребность в этом, да, совершенствовать эту технику? Вот вы говорите, китайцы наступают нам на технику. Да, наступают. Ну, хочу здесь сказать следующее, что вот линейка кранов, она широкая, как я уже сказал, от 16 до 150 тонн. Вот три крана, это 16, 25 и 32 тонны, это, можно сказать, задел старый. То есть мы на этих кранах едем очень давно, они прошли несколько модернизаций, но это такие рабочие лошадки, которые всех устраивают. Они потихонечку совершенствуются, но их вот к новой разработке не отнесёшь, на них есть всегда стабильный спрос. Их просто много. А кто берёт именно эти краны? Или самые разные и РЖД? Самые разные. И РЖД берёт, и промтранспорт берёт, просто предприятия берут, у кого много путей. Они больше работают даже не как краны, а как экскаваторы, то есть ими перегружают сыпучие грузы. Это уголь, песок, щебень. Кран, всё равно это кран. Кран, да. Но вот когда вы ездите на поезде, их можно видеть очень много, они присутствуют на всех станциях, то есть вот едешь, как визитная карточка, в любом уголке нашей необъятной Родины их можно увидеть. Их уже выпущено, тысячи штук, и мы продолжаем их делать, совершенствуем и делаем. Вот это старый задел. Это такие фискарсы, только на железнодорожном ходу. Что это такое фискарсы, Олег? Это то, что грузит лес, финские машинки, которые грузят лес на автомобиль. Как я сказал дальше, после распада СЭФ мы были как бы вынуждены осваивать линейку кранов большегрузных. Это гидравлические краны, это совершенно другие машины, которые не похожи на вот эти маленькие краны. Да, они, конечно, были попроще, чем европейские, но с чего-то надо было начинать. Ну, мы их совершенствуем, тоже улучшаем, они тоже востребованы, и несколько кранов в год мы таких делаем. Но опять вот подошли к той черте, когда надо делать следующий шаг. И пока наше предприятие... В кризисе находился, так скажем. В кризисе находился, да. В кризисе находился, да, конструктора, они все равно не спали, они продолжали трудиться. И они создали проект абсолютно нового крана. Это новый 150-тонный кран, КЖИ-1473. Вот. Он сейчас запущен в производство, и все идет к тому, что... Сейчас это когда? В текущем... Вот прямо сейчас. Прямо сейчас он делается, да. Первый. Да, первый номер. Мы его планируем к лету собрать, испытать, сертифицировать и предложить железным дорогам. Железнодорожники его ждут. Выход этого крана, по своим характеристикам, такой, что мы встанем в один ряд с известным заводом в Лейпциге. То есть, по меньшей мере, он будет не хуже, чем немецкий. Ну, а по цене мы с вами уже говорили. В три раза дешевле. Ну, этот может быть... Здесь мы подумаем. Мартин решил побороться за цену. Здесь мы подумаем, да, по цене. И здесь уже наступает на пятки железная дорога. Они уже хотят 200-тонный кран иметь. Ух. Но пока вот это, будем говорить, только самое начало пути. То есть, конструктора еще только думают, как такой кран сделать. Вообще, наверное, уже больше, чем 200 тонн, и не получится сделать для дороги. Тоже Лейпциг выпускает 200-тонник, да? Ну, он делает их, да, на заказ. Небольшое количество он их делает. Мы вам желаем очень успешных испытаний, конечно. Все заинтересованы. У меня тогда следующий вопрос. А комплектующие к этим кранам, я так понимаю, что большей части все-таки производится не на заводе, гидравлика и шасси и так далее? Ну да, вот скажем так. Что касается маленьких кранов, то там практически 100% отечественная комплектация. Там от импорта мы не зависим никаким образом. По кранам гидравлическим, там все-таки процент импорта достаточно высок. Мы, когда выбираем комплектующие, мы смотрим не столько на то, российское это или не российское, а хорошего качества или нехорошего качества. То есть, скажем, когда мы создавали гидравлические краны, мы сменили, наверное, трех или четырех поставщиков гидроцилиндров. Последний, кто ушел от нас, это финны. Вернее, мы ушли от них, потому что их цилиндры, при том, что они были достаточно хорошие, они не сработали при низких температурах. Удивительный. И сегодня лучшие цилиндры за всю историю, что мы покупаем, это делает Италия. Везем итальянские цилиндры. То есть, у нас будет кран Феррари. Скажем, лебедки грузовые, самые компактные и самые мощные, это Германия, ну и так далее. Гидроаппаратуру тоже выбираем. Но есть там и в нашем производстве, скажем, есть насосы, сделанные в Свердловске, ничего нормально работает. Никак санкции не касаются этой отрасли? Пока не касаются, но запросы они делают, не является ли наш завод оборонным и так далее. То есть, интересуются, но пока санкции нас не касаются. А импортозамещение появляется ли именно в плане комплектующих? То есть, есть ли заводы, которые вытесняют уже импортных и заводителей? Или хотя бы пытаются работать в этом направлении, а заявляют как-то о том, что не разрабатывают? Ну, пока похвастать этим нельзя. Пока нельзя. То есть, есть позиции, без которых мы не проживем, если такие санкции вступят. А вот вы говорите про Китай. Я снова возвращаюсь туда, к Китаю. Китай известен тем, что он любит копировать, собственно говоря, все, что только можно. Вот Китай копирует наши краны или копирует немецкие краны? В Китае где-то, наверное, я был года 4 назад, как раз на том заводе, который в том числе делает экраны. Он именно занимается копированием от лучших немецких кранов. И нужно отдать должное, это государственная программа. То есть, государство всячески им помогает. Они копируют или покупают лицензии на некоторые комплектующие? Не могу сказать нюансы, но я видел, что рядом стоит немецкий экран, и тут же собирается очень похожий на него китайский экран. Вопрос даже не в этом. Вы говорите, осваивает ли кто-то технологии, да? Скажем, чтобы загнуть стрелу у крана с такой большой грузоподъемности, нужен специальный пресс. Вот пресс, он, не знаю, стоит, наверное, половину нашего завода. То есть, там целый цех построили вокруг этого пресса. Сначала пресс поставят, а потом уже... Да. И мы спрашивали, ну вы как купили такой пресс? Кого спрашивали, китайцев? Китайцев, да, он же стоит огромных денег. Они говорят, а мы не знаем, сколько он стоит. Нам правительство купило и поставило. И поставило задачу. Там поддержка колоссальная в этом отношении. Поэтому китайцы развиваются, двигаются вперед. Хорошими темпами. И очень скоро мы с ними будем... И вот так реализуется импортозамещение. Да, и, наверное, скоро мы с ними будем пересекаться в международных тендерах. А есть ли какая-то кооперация с заводом Сильмаш? Потому что тоже в одном из интервью Александр Анатольевич говорил о том, что это, в общем, диверсификация и для Сильмаша, и какое-то подспорье для Кировского завода Первого мая. Или здесь только на уровне учредителей есть какие-то взаимодействия? Нет, мы делаем некоторую работу для Сильмаши, но это самая простая работа. Просто как загружаем наш станочный парк некоторыми изделиями по их просьбе. Пока так. А что дальше будет, посмотрим, время покажет. Вы перешли к международным тендерам. У нас остается три минуты до завершения первого часа. Мы рассказали о потребителе внутри страны, кто был потребителем до кризиса за рубежом, и как вы возвращаете сейчас этих потребителей, можно начать говорить уже прямо сейчас. Давайте, что было? Что было? Было, во-первых, все наши республики практически, они покупают в том числе и нашу технику. Бывшие союзные. Бывшие союзные республики покупают. Дальние за рубежи похвастаться ничем не можем. Но в свое время, до кризисный период, мы поставляли в Ливию большое количество нашей техники, в том числе и путевая техника, и экраны, в том числе и гидравлические, простые гидравлические экраны, моторные платформы. Вот, поставляли в Сербию. Тоже поставляли были поставки. И на этом, по большому счету, больше... Куба не забывает. Да, Куба, да, на Кубу поставляли. На Кубу еще вернемся. Да, на Кубу еще вернемся. Ну, я думаю, не раз еще вернемся. Вот, поэтому сейчас то же самое. Те республики, они тоже знают прекрасно нашу ситуацию. Все. Потому что и Казахстан, и Белоруссия, и Азербайджан, Узбекистан, Киргизы, Таджики и так далее. В общем, все грузины, армяне. Они все прекрасно знают наш завод. И тоже начинают возвращаться. И уже поставки мы даже уже кое-какие сделали. Ну, Узбекистан уже делали поставки. В это время, о перспективе, если говорить, то сегодня у нас вот в проекте это Куба, в проекте у нас Польша, Узбекистан, Казахстан, Грузия, Азербайджан и, по-моему, Киргизия. Вот пока так. Это на какой период времени? Это на период времени, вот, 19-20-й год. Каким образом ведутся переговоры? На каком уровне, точнее? Это вы выезжаете, разговариваете с потребителями или на уровне, не знаю, торгово-промышленных палат? Да, нет. В докризисный период мы сами ездили. Вот потом в кризисный период, конечно, мы никуда не ездили, по понятным причинам. А здесь у нас, в принципе, неплохая сеть наших представителей по разным республикам, которые занимаются, являются официальными, имеющие свидетельства о том, что они имеют право продавать, реализовывать нашу продукцию в странах, там, Прибалтики. Это местные, это местные. Нет, это у нас есть и украинцы, есть белорусы, есть казахи и россияне, естественно. Поэтому у нас такая вот небольшая пока сеть наших представителей, непредставительств, которые ездят, договариваются и так далее, а потом уже контракты идут в дело. Торговые представители. Торговые представители, да. Прервемся сейчас на новости, тематические программы и рекламу. Встретимся в начале следующего часа с нашими гостями снова. Сергей Зубов, главный инженер завода имени 1 мая, Анатолий Колчин, заместитель генерального директора по маркетингу. Начнем с Ковы, пожалуйста. Я уже три раза сюда пытаюсь вернуться. Хочешь, хочешь, жаркую Кову. И, конечно, обязательно мы должны поговорить и про кадровые вопросы.